Дорогие друзья, сейчас мы с вами посмотрим, что я получила в заказе Арифлейм по прошедшему четвертому каталогу. Если вам интересно, продолжайте смотреть. Я поставлю камеру вот сюда и буду выкладывать. Друзья, продолжаем уже на следующий день. Я отсняла. Мне казалось, что я снимаю на камеру. Оказалось, когда начала уже монтировать видео, оказалось, что этой записи нет. Так что поехали по новой и кое-чего уже нет. Пакет полиэтиленовый средний. Каталог номер четыре, прайслик. Ноль четыре. Вот действующий каталог. Так, дальше. Стойкая краска для волос. Почему я не накрашенная? Потому что еще не успела. Во-первых, во-вторых, я собираюсь красить волосы. А потом уже делать макияж. Так что сниму еще видео с макияжем. Планирую, по крайней мере. Так. Это интенсивный медный. Номер цвета восемь сорок пять. Он на мне уже был. Я им красилась в декабре. И больше не подкрашивалась. То есть вот по отросшим корням вы видите, да, сколько прошло времени. И, что я скажу об этом цвете, он в течение месяца уже становится менее интенсивным. Но, тем не менее, на камере выглядит, да, как будто бы цвет сохранился. Ну... Седину прокрашивает. Ну, здесь отросшие корни видны. Так. Ну, попробую снять более подробно. Показать, как себя стена ведет при окрашивании. Я сейчас просто делаю замер до. Все. Так. Что могу сказать? Украски. Топ Love Potion. Размер S. Так. Топик я уже опробовала. Так. Те, кто не брал в прошлом каталоге. Топик из-за недоверия. В общем, для вас это информация. Материал, да, отличный. Такая сажа из тонкой вискозы. Вискозы. Сажа. Ну, да, сажа это такая ткань подкладочная. Без атласной стороны. То есть, одна сторона, которая не является атласной. Топик. Так что, да, это можно полнейшей сажей назвать. Можно назвать это штапелем. Для тех, кто вообще понимает. Волокно вискозы. Как говорили в одном из обзоров у Ольги с канала предпринимателей взлет. Резинка действительно довольно тугая. Ну, в хорошем смысле этого слова. В принципе, да, она обхватывает. Как бы кровообращение не очень нарушается. Но где-то часа через два-три вы ощущаете дискомфорт. Да, могли бы резиночку более нежную взять. Пусть бы она была такой же длины. Пусть бы так обхватывала. Потому что, да, я люблю, когда не болтается. Когда ночнушка не вертится вокруг тебя. В этом отношении, да, она не будет вокруг вас вертеться. Но резинка широкая. Не скажу, что она прям очень тугая. Просто взят малый диаметр. Ну, в принципе, растягивается хорошо. Что раздражало, обязательно срежьте перед употреблением. Аккуратно лезвием срежьте вот этот. Как его назвать-то? В общем, этот лейбл. Он пришит нитками тоже довольно нежными, вискозными. Но вот уголки этой штуки царапают вашу кожу. И это доставляет дискомфорт. Что касается бретелек, они... Мне как раз подошли, мне не надо было их регулировать. Что касается кружева, оно не царапается. Довольно-таки мягкое этот гипер. Вот. Он такой коротенький топик. Представляет собой просто юбочку с пришитыми брителями и чашечками. Обошелся он в 479 рублей мне по акции. Очищающее средство для интимной гигиены. К моменту заказа я заказывала все три, которые шли по этой цене. 79 рублей для дистрибьюторов, для консультантов. С алоэ и с пионом, по-моему, с экстрактом пиона, не было на складе. Здесь написано Lotus Flower. Это лотос? Я не знаю. Похоже, что ли? Чудесный аромат. Чем отличается он от пиона, я не знаю. Refreshing, Intimate, освежающий. Да, с экстрактом Lotus написано по-русски. Все, больше ничего. Кроме характеристики освежающие, в общем, ничего. Более особенного не нахожу. Посмотрим. Я не использовалась еще таким. Стойкий лак для ногтей для лан. Я брала по акции продукт вместо доставки. То есть, доставка из Иркутского ланутая стоит 147 рублей. Если заказываете лак за 215, то плата за доставку отменяется. И таким образом он получается 215 минус 147. И меня очень интриговал этот цвет. Он не похож на тот заколдованный лес, который был в каталоге 1999 года. Да, у меня, по-моему, есть обзор. Там, по-моему, есть такой лак. Тот лак был очень красивый, хвойного цвета. Но здесь блестки из белого металла как бы окрашены. То есть, золота не наблюдается. Белый металл окрашенный зеленым цветом. Такое впечатление. Давайте попробуем. Как раз у меня лак с ногтей слез. Для тех, кто еще не покупал лаки... Ой... Лаки Дуван. Я слышала такой отзыв, что зеленым он будет... Ну, ноготь поломанный, пардон. Так. Что зеленым он будет только на картинке и в камере. А живьем он смотрится как очень-очень темный цвет. Не очень ярко выражен. Смотрите, что это черниль на такой синий цвет. В котором плавают зеленые металлические частицы. Да, так бы я охарактеризовала этот цвет. Но, в целом, неплохо он будет смотреться как перламутровый с металликом. Черный... Ой... Пардон, не очень красиво. Черный, если освещение не очень хорошее в ярком свете, он будет зеленеть, я думаю. Так что он будет сочетаться и с золотом, и с серебром. Очень зимний цвет, я бы сказала. И суровый такой. Вот. Моим зеленым нарядом. Посмотрите, мой зеленый винтаж. Мой сюжетик об аутфитах. Мой лукбук. Так, дальше. Шортики Love Ocean. Размер M. Я взяла размер M. Подумала, что если будет слишком плотно сидеть на мне S-ка. Ну, в общем-то, можно было и S-ку взять, потому что что M-ка, что S-ка сидят одинаково. То есть, они не болтаются на мне. Так. Вот так вот я показывала, потому что я уже в них спала, поэтому они выглядят соответственным образом смяты. Бантик выглядит вот так. Так, как шнур кулиски торчит. Это бантик развязавшийся. Это бантик еще не полностью развязавшийся. Ой, только что он был бантиком. В итоге срежьте вот этот лейбл. Сделаны вещи в Китае. Designed in Sweden. Туалетная вода, холодное сердце. Вот ее у меня нету. Потому что я думала, что сняла и уже вручила племяннице. Наконец-то с ноября месяца он появился на складе в тот момент, когда я делаю заказ. 215 рублей. Холодное сердце. Я не знаю, как зовут эти героини. В общем... Взяли с меня 10 рублей на благотворительность. Я не стала возражать. Так, и, наконец, шампунь-кондиционер. Подождите, что-то я упустила. Ладно, хорошо. Шампунь-кондиционер два в одно. Манго и жужуба. Большой, вернее, мега-объем. Вот такой огнетушитель. У меня был он в прошлом году. Даже в позапрошлом я заказывала, но оставляла в Актюбинске. И его полностью использовал мой сын. Ну, может быть, невестка. Большой объем, 400 миллилитров, у меня оставался в Лануде, когда я уехала в Актюбинск. И второй сын с невесткой использовали. Так что сама я не пробовала толком. Ну, в общем, я формулу два в одном люблю, как я уже неоднократно говорила. И, ну, хороший шампунь, приятный, делает волосы. Шелковистыми, придаёт объём. Ну, всё так, в меру, без фанатизма. Для всех типов волос. Аромат жужуба и манго очень приятный. Всё-таки манго, несмотря на такую... Для меня он немного похож на тыкву. Но всё-таки он бодрит. За это я его люблю. За вот эту бодрящую такую вставляющую ноту. Так. И вот, что я упустила. Пробник с помодой. Икона стиля. Том. Типа оранжевый коралловый. Не помню название. Ну, напишу на экране. Всё-таки он выглядит совсем не оранжево. Всё-таки коралловый. Так. В камере... Почему на камеру не получается аккуратно открыть? Так. Так. Такой ядрёный коралл у меня есть, в принципе. Так. В серии Энергоблеск. Энергоблеск. Так. Это новинка нынешнего каталога. Матовая помада икона стиля. В серии Джордани Голд. Я не вижу ровно ли я накрасила. Ну, при соответствующем макияже будет выглядеть так. Я сама ещё не понимаю, как у меня это зеркало. Потому что камера недостаточно. Я не вижу, в чём матовость. Но это не та матовость, которая сушит губы явно. Потому что губы довольно хорошо увлажнены. Напитаны. Так. Давайте точно посмотрим, что это за дом. Оранжевый коралл. Вот так он выглядит. Ну, кстати, на камере похоже, очень похоже. Вот так выглядит. По-моему, это моя первая помада из этой серии икона стиля. Так, давайте крышечку сниму. А мне-то было... Я хотела ещё заказать телки бордов, и я его и заказывала. Но на тот момент не было на складе. Не хочется такой запёкшейся... Цвета запёкшейся крови. А это всё-таки нет. Не совсем. Не дотягивает до запёкшейся крови. Однако же я его всё равно закажу. Но боюсь, что на мне он будет выглядеть всё равно красным. Обычным, банальным красным. Так. Ну, в общем, вы видите, что вполне совпадает. Цвет вполне совпадает. И всё-таки Арифлейм не дал мне оранжевого цвета. Я, правда, не заказывала ещё из неоновой серии оранжевый цвет. Придётся мне пользоваться литуалевским оранжевым. Так. Ну, на этом всё. Я и так затягиваю. Моё видео, каталог номер четыре Арифлейм. Хотелки и не бралки. Будем снимать и смотреть отдельно. Ждите. Сниму сегодня же. Всем пока. Приятных покупок. Если обзор был полезен, не забудьте поставить лайк. Я попробую снять аутфит неглиже. Если мне удастся его сделать приличным, я вставлю в это видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok